Привет, дорогие мои! Мы продолжаем проходить с Карим, и мы все в этом подземелье, в котором, дайте-ка мне вспомнить, я опять не играл некоторое время, если пропала какая-то экспедиция, мы идем по их следам, расследуем, что тут да как, по-моему, в предыдущей серии, да, точно, мы встретили Хаджита, сошедшего с ума, зарубали его, конечно же, потому что, почему бы и нет, он какой-то бешеный был, и сейчас вспоминаем, осваиваемся, что да как. Так, я уже успел отвыкнуть от управления, играл в Battlefield, вышел, как вы знаете, каркант, back to каркант, дополнение, на мой взгляд, дополнение точно стоит своих денег, это, по-моему, лучшие карты для Battlefield 3 из тех, что вообще можно было выпустить. В этом дополнении они решили свою главную проблему, то есть, то, что мне больше всего не нравилось в третьем Battlefield, там большая часть карт была скучная просто, и не запоминающаяся какая-то. В этом дополнении абсолютно все карты просто очень хорошие, продуманные, и на них натурально идут жесткие городские бои, по большей части. Это круто. Так, амулет, там амулет стендера. Ну, ладно, неплохая вещь вроде, выглядит прикольно, да? Рог такой. Давайте возьмем, двимерский меч нам, пожалуй, не нужен. Так, тут сундук на Адепта. На Адепта это хорошо. Так, ну-ка, что у нас тут? Бриллиант. Лучшие друзья девушек. Это бриллиант. Ладно, потихоньку пробираемся дальше. Большое подземелье, кстати, я, по-моему, уже третью серию по нему хожу. Ну, вторую точно. Двимеры все-таки они умели строить. В этом он не откажешь. Еще один паучок. Тут у нас что? Явно ловушка какая-то. Давайте-ка сначала мы разберемся с этими механическими тварями, которые пытаются починить безвозвратно разрушенные помещения. Тут, судя по всему, газ можно было шмальнуть чем-нибудь эдаким. Он сгорелся бы. Ну, я думаю, мы обойдемся без этого. Так, паучок, иди сюда. Паучок, иди сюда. Давай-давай-давай. А теперь, я думаю, можно таки... Блин. Наступать, не наступать. Мне кажется... Ой, не знаю. Давайте попробуем. А, нет, смотри, да? А, у меня же легкая постель. Я уже успел забыть. Тиксир меткости. Возьмем... Эбонитовый двуручный меч. Ты посмотри, да, какая... Какая штука. Ну, я не скажу, что она особо красиво выглядит. Так. Это нам нужно, нет? Давайте возьмем пока. Пока перегруза особого нет. Стоит мало. В принципе, заклинание, которое на нем есть, нам тоже не особо нужно. Так что, можно будет выкинуть здесь еще. Без сожаления. Если найдем что-то более хорошее. Блин, а что-то так много. То ли дыма, то ли пара. Здесь, похоже, курилка была. А, нет. Жилая комната. Каменное кресло. Наилучший зелью лечения. Вот это хорошо. Так, здесь запас сил. Ну, это что-то мне неохота его брать даже. Такое маленькое. Ладно. Нам, видимо, он туда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Почему-то, не знаю. Блин, тут много всего. Хватит чинить. Тарелка. Почему-то у меня такие ассоциации от этого подземелья. Вот сейчас вот, сегодня сел снимать. Почему-то сразу резко так вспомнился. Дэдспейс первый. Разрушенный корабль. Куча механизмов, непонятной машинерии. И никого вокруг. Так. Ты сломанный, что ли? Робот. Сфера. Нет, не сломанный. Просто отдыхал. Ну, ладно. Мне, конечно, интересно. По-моему, к сожалению, из этих штук ничего нельзя собрать. А было бы прикольно вот такие штуки собрать. И из них уже, как бы, сделать что-нибудь свое. Допустим, голема себе. Механического. Это было бы круто. Наподобие того, как я недавно смотрел фильм «Хеллбой 2». Армия, там, кого-то, кого-то. Там прикольные такие были, механические големы. Гильермо Дель Торо, он вообще такие механизмы. Ну, то есть режиссер, который снял фильм, любит такие шестеренки, механизмы, стимпанк. У него во всех фильмах, по-моему, это пробивается. Один из любимых моих режиссеров в плане съемок фэнтези, по-моему. Ну, если не лучший, то один из лучших. Так, давай уже, втягивайся. Че-то тут темно как-то. Ну? Блин, ничего не видно. Запарили, короче. Ты смотри, какой прыгучий. Так, ладно. Что мы вообще тут имеем? Кто нас видит? Я тут взялся. Но урон они мне особо не наносят, так что... Я особо не напрягаюсь по этому поводу. Но почему-то так темно. Во всей игре, по-моему, так темно не было, как здесь. Обычно освещения как-то хватало. Меня это, честно говоря, даже парило, потому что... Подземелья, в них, в принципе, должно быть темно. Но здесь, конечно, есть вот источники света. Но, допустим, во всякие крипты заходишь, и там спокойно, без факела ходишь. Все прекрасно видно. То есть, зачем они ввели в игру факелы, скажем, которым можно доставать... О, аниматори. Которым можно доставать и носить в руке, если и без них все прекрасно видно. И посох есть, там даже заклинание есть такое, что... Дополнительный источник света. Ну, зачем это сделали, если все равно всегда и везде все хорошо видать? Это мне непонятно. И вот первое подземелье, в котором... Ну, вот опять видите, да. Все залито светом. Так, тут еще одна комната. Я даже заметил, что очень многие специально уменьшают гамму в игре, чтобы было потемнее. Так, подожди. Это фаунерская штука, или я чего-то не понимаю? Фаунеры. Ненавижу фаунеров. Свиток Буран. Свитками я особо не пользуюсь. Вообще, магию, честно говоря, не особо так жалую. Хотя признаюсь, что в этой игре она сделана очень-очень круто. Так визуализированы, по-моему, заклинания нигде не были. Чего тут только нет. То есть, каждый найдет для себя. Посмотрел, как люди играют с двумя кинжалами. Но там, конечно, тактика с ними. То есть, если тебя заметили, то тупо надо убегать, прятаться. И по новой, пока шумиха не спадет. Пересиживать где-нибудь вот так вот в углу, в темноте. Но это все-таки не наш метод. По-моему, вот такой вот... Блин, да... Куда не пойдешь, везде что-нибудь находишь. По-моему, мне больше нравится вот метод, по-моему, более интересный. Ух ты! Когда, короче говоря, играешь в скрытности, но если уж тебя заметили, что можно было дать отпор. Так, в тебе стрела. И она фаунерская, явно. Если ты будешь еще дергаться, то я точно кирпичей наложу. Так, ты эндраст у нас. Безглаза существа захватили нас, когда мы спали. Не знаю, что случилось с братьями-каджитами, а с нами в камере их не было. Мне удалось взломать замок, и мы пытались выбраться на свободу, но разделились. Сула кричала что-то о том, что нельзя уходить, пока мы не нашли то, зачем пришли, и ума напогналась за ним. Мы с Як попытались забраться наверх пещеры, но один из подъемов оказался обрушен. Недолго думая, Як схватил меня с грудки, закинул... А, схватила... Закинул на другой край и велел убежать. Я и побежал. Даже не оглянулся. Просто бежал как трус. Я слышал, как она с ними сражалась, и думал лишь о том, как спастись. Я даже не заметил, как у меня в плече торчит стрела, пока не спрятался здесь. Офигеть. Эти металлические штуки все еще вокруг меня, и я боюсь даже шелохнуться. Восемь божеств, прошу, заберите меня сейчас. Парниша, похоже, тупо истек кровью. Фалмеры. Кругом фалмеры. Почему-то их тянет к этим двумерским руинам. Может, из-за того, что именно из-за связи с двумерами их и прокляли боги. Потому что двумеры что-то тут училили, в результате вообще исчезли. Просто вымерли. Фалмеров тоже по-своему наказали, как видите. То есть, они раньше были эльфами. Что тут чинишь? Видите, в скрытности даже с мечами есть свои плюсы, но... Когда скрытность исчезает, и приходится драться с кинжалами... Лично мне становится не очень хорошо. Не очень интересно. Я думаю, в будущем мы все-таки попробуем освоить эту профессию. Роги. Но пока что как-то не хочется. Так скажем. Так, братюни все лежит. А что бы он не лежит? Куда он денется? Тут у нас обычно ездят такие штуки, как в Half-Life. Так, все больше и больше следов присутствия фалмеров. Яйцо Корус взяли. Блин, не хочу встречаться с Корусами, я их ненавижу. Хотя, по идее, казалось бы, да? Так, рука пролезла. Хорошо. Все, тут, наверное, сейчас будет куча фалмеров. Давайте-ка мы сохранимся. Потому что иначе просто быть не может. Офигеть. Куда я попала? Вечно, вот так вот случайно, заходишь в такие подземелья, что потом просто в шоке от их размеров лежать. Что у нас? Зелье лечения. Попробуем открыть. Что попробуем? Откроем. Тут у нас свиток проклятий. Амулет Аркея. Блин, шняга всякая, конечно. Ну, давайте пока собирать. Почему бы и нет? Ну, по большей части, конечно, это все хлам. Стоит очень мало. С моим навыком красная речь еще меньше будет. Хотя он у меня неплохо прокачан, конечно. И еще маска моя усиливает. Но все равно пока не 100%. Это все равно сказывается на ценах. Так, фалмеры, вы где? Следов присутствия куча, а самих что-то не видать? Так, что у нас здесь? Надеюсь, здесь немного всего, потому что и так тут уже такие объемы, что... Смотри, все чинит, а? Добрый день. Похоже, какой-то начальник шею работал. Сейчас я нажму кнопку, и эта решетка, видимо, закроется. А, это сундук. Блин, да что ж такое? Кольцо великого колдовства. Вот, вот это хорошая штука. И это тоже... Не очень. Что у нас еще есть в этой комнате? Кроме завала, ничего. Так. Хорошо. Мне сейчас прыгать вниз. Судя по всему, да. Надо как-нибудь поаккуратнее, чтобы не расшибиться. Вот как раз факелы, про которые я говорю. Зачем они здесь, если без них все видно, вплоть до самого низа? Зачем эти факелы? А тут у нас... Як... Грагор... Твок. Стрела у него... Ну, фаундерская, да. У нее. Отмычка. Ничего хорошего. У него ничего какой-нибудь рядом с тобой не лежит. Вроде как нет. Так, ну что, здесь все, что ли? Больше ничего нет. А вон там что-то есть у нас. Там, наверное, сундук, а в нем лежит что-то очень хорошее. Почему бы и нет? Оно уже должно повезти сегодня. Так, ну давай. Ну. Сыроматный. Блин, нужен это мне. Давайте возьмем. Учение. Норма. Так, ладно. Что-то фаунеров так и не видать. Я думаю, они потом как-нибудь насядут кучей. Вот это вот будет уже печально. Потому что фаунеры... По одному сейчас я с ними справляюсь. Больше одного это уже... Кстати говоря, о фаунерах. Это уже проблема. Гори-гори, моя звезда. Оп, ушел. Ух ты какое. Так, ну я думаю, они сейчас сами ко мне поднимутся. Так что пока мы залезем наверх. Чтобы они нас забыли, где мы находимся. Так. Да в принципе, ладно, поперли. И там между собой воюют, похоже. Блин, мы все спускаемся, спускаемся. Это же потом, я думаю, обратно подниматься придется. Хотя, может, найдем какой-нибудь лифт. И у нас сразу поднимут наверх. Так, ну похоже, что мы придется в открытом бою. А нет. Тихо-тихо, не уходи от меня. Блин. Сумрачный, понимаешь, страж. Сильный яд. Так, давайте его сразу намажем, что ли. Намажем на наше лезвие. Пусть потихоньку ранят. Офигеть, офигеть. Куда я попала? Так, это у нас ловушка, да? Оп. Кстати говоря, блин, ребята. Кто-нибудь купил Звездные войны Старая Республика? Потому что я купил, у меня на днях откроется, наверняка на момент того, как выйдет уже это видео, уже откроется ранний доступ. Блин, а как мне спускаться-то? И... По-моему, вещь выходит отличная, хотя там, конечно, дубовая просто анимация, вообще убогая графика, но, блин... Это, во-первых, Звездные войны, во-вторых, это Звездные войны, а в-третьих, это Звездные войны. То есть, играть обязательно. Так, мне надо сохраниться, потому что я сейчас, похоже, убьюсь насмерть. А, вот, вот, вон проходит. Блин, я сегодня, опять же, уставший, поэтому опять не вижу очевидных вещей. Ну, материте меня в комментах. Я ничего, я привык. Так, ты меня заметил, по-моему, да? Сейчас мы тебе... Нет, себе. Привет. Ну, давай, руки пипела. Оп. В шею ему, насквозь. Так, ладно. Там у нас ловушка. Там у нас спуск вниз. Блях, муха, когда же я выберусь-то отсюда? Пока что ничего такого, чтобы прям стоило похода сюда. Я не вижу, честно говоря. Но цепочка событий ведет нас вперед. Ладно. Я думаю, что тот маг, ой, маг-ученый, который, собственно, завел всех сюда, встроил эту экспедицию, единственным останется выжившим. Мы его найдем. Потому что самые идиоты, которые ведут всех на самоубийственные предприятия, они, как правило, выживают. А люди, которые пытаются им помочь, в принципе, погибают. Сто раз уже замечено. За это мы его убьем. Нам много поводов не нужно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Обратимся. Оп. Так, ты что в домике? Нашмель маленько. Да, грешки его уже, ну. Давай, давай, давай. Хорошо. Ладно. Так, что у тебя там есть вообще? Стрелы, золото. Ничего хорошего. Сильные враги и мало профита. Это печально. Так, алхимическая лавратория. Это, похоже, химичи, что-то. Самогонку себе борили. О, давайте норского меда бухнем. Медовуха, это все-таки неплохо. Так, ладно. Чекрушка просто. Да ёж-моёж, когда же закончится этот подземелье? Сколько идешь, а оно только раздвигается вширь. Конца края не видать. Маслянистая жидкость. Так, тихо, братья, тихо. Оп. Гори, гори. Так, нам надо отступить. Я надеюсь, вы хоть маленько пожгло, потому что это было, по-моему, без особого результата. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Оп. Обычный фауэмер, это, конечно, несерьезно. Так. Смотри. А его неплохо пожгло, да? Это хорошо. Оп, а мы тут. И в дамках. Оп. Хорошо. Вроде все. У него нога, похоже, сломалась. Здесь, конечно, Так, эльфийская стрела, ты посмотри. Здесь он не мутант какой-нибудь. Хотя фауэмеры, они все мутанты. Да, мы тебя под огонь засунем. Мне даже обжечься. Мне жалко рыть такого, потому что очень шпакостные твари. Это что за мануха? Ладно. Куча пепла. Тут жарили, что ли. Так, погоди. Мне ничего сильить-то не надо, вроде. Нет, у меня все хорошо. Сдается мне эксперт. Так. Сдается мне, что мы сейчас сделаем небольшой кружок и выйдем обратно к тому огромному колодцу. Да, блин. Как с тобой? Ты посмотри. Твою дивизию. Да, бляха, муха. Вот так, наверное. Оп, хорошо. Золото. Неприятие магии. Ну ладно. Я не знаю, для чего все это. Для меня это густой лес. Но, я думаю, пригодится. Или хотя бы продадим. Что-то совсем заброшенное какое-то место. Давайте наверх сначала сходим. Тут у нас испорченные книги. двумерский кенжал. Зачем он мне? Непонятно. Куча книг. Читающие были люди. Так, это мне кажется. Нет, тут целых два, похоже, фаунера. Причем это опасная разновидность фаунера. С ними надо быть осторожнее. Вставай. Ох ты, сколько у вас. Зрелищно. Так, все. Смотри, я не ожидал шрифта столько. Если бы третий был тоже каким-нибудь сильным, то вполне возможно, что это плохо для меня кончилось. Но нет, так нет. Давайте возьмем яйцо Коруса. Оно у нас в пище, по-моему. Или в ингредиентах. Давайте его сожрем. Она же, смотрите, какое аппетитное. Прямо так и хочется его сожрать. Хотя, насколько мы видели, во многих домах знатных того же Вайтрана. Он лежит в блюдцах. Видимо, это все-таки какой-то деликатес. Свойство и уязвимости кияда. Ничего хорошего не получилось. Давайте вот рыбкой закусим эту гадость. Хорошо. Вон запас сил. Обожрался гадости, короче говоря. Так, тут дыба. Ох, вы что творите? Они мучили, да? Мучили ее. Какая суровая женщина была, но плохо кончила. Смотрите, как растянули-то. Давай, давай. Ладно. Валли. Ты прям Валли. Ладно. Изувиры. Что тут, снег, что ли? Откуда тут? Нет, ядный снег. Ладно. Так, а тут у нас совсем кого-то расчекрыжили на мелкие запчасти. Давайте-ка еще раз сохранимся. Люблю сохраняется. Сопротивлялась Валли. Если это она, конечно, была. Интересно, я найду хоть кого-нибудь живого. Ну, кроме безумного каджита, конечно. Валдер. Давно я луком не пользовался. Вот это пошло. Оп, ну что ж остановился-то? Ох, нехорошо. Добрый день. Ой, сколько у вас тут бежит-то, елки-палки. Так, мне нужно... Закрыто. Никого нет дома. Даже не знаю, что на вас. Давайте так. Хе-хе-хе. Еще? Важе много там было. Там паук. Ненавижу пауков. Паук. Вон он, прец. И с ним вместе обычный фоунер. Давайте не будем браться. Ю-ху. Хорошо. Пакосте-то убили. Промазал. Зачем мы крадусь, если у меня уже вивее. Я просто поражаюсь иногда своей логике и смекалке. Так. Все похоже тут. Похоже, что таки все. Ящика нет. 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 Хорошо. Так. Ну, я что-то не вижу, что это все... О, мы же в самом низу этого колодца. Как я не доперто раньше. Я думаю, это прекрасный момент завершить эту серию. Следующий. Я надеюсь, мы все-таки выберемся из-за этого подземелья. Но первым делом, я надеюсь, что мы таки решим загадку этой экспедиции. Чем же она закончилась? Что стало с ее участниками? Ну, мы уже увидели, что стало с большей частью ее участников. Но, тем не менее, будем надеяться, что кто-то все-таки выжил, чтобы мы могли его убить самолично. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok